Привет, зрители! У меня новые отски для работы. Самые десованные отски за последние лет двадцать. 3,745 рублей всего лишь. Каждое стекло на минус четыре с половиной диоптрии. Так, все это, чтобы положить рядышком. С телефона типа управляю. В честь такого случая подробности об очках ты можешь почитать в тирете. Мои офигения негодуют о том, что я оставила один номер, а записали вообще не мой номер, и откуда-то девушка, которая оформляла заказ, знала мой мегафон. Привет, девушка! Откуда ты знаешь мой мегафон, а? Короче, ну не суть. Я ехала, вчера поехала туда, а там закрыто. Сегодня поехала туда. Заедем туда, где заказывала очки. Короче, ладно, зрители, это такая интересная, странная история. У меня в телеге всего лишь 77 подписчиков. Давай, я раскручу эту свою телегу. Если тебе интересно, приходи, подписывайся, почитаешь, пофигеваешь. Там рядом есть чат, можешь туда поплеваться своим ненавистью ко мне, своей вау, Лёля, ты такая клёвая. Или просто пообщаться с другими землекопами. Короче, у меня есть палочки от моего френда Никиты. Кошка тут подошла по столу, нюхала, значит, этот соевый соус, потерла ногами, дам мне понять, что жрать соус не будет. Кошка, швали нахрен отсюда. Я заехала в пятёрку, которая на этом самом, ну, ближе к часовому. И решила, думаю, я сначала хотела в кореянке заехать, думаю, 300 с лишним рублей за несколько роллинг, которые не очень такие сейчас уже. Думаю, заеду-ка я в пятёрку и куплю за 400 с лишним рублей. Примерно то же количество, чуть побольше роллинг. Тут всякие такие разные. Мне соус дали. Так как у них обычно соусы сладкие, я налила себе... Сладкий был и роскошный, тут ещё что-то есть. А моя мисочку из-под дедушкиного сервиза, которую мы с сестрой-младшей поделили, наверное, пополам, когда я уезжала из механковской квартиры сюда. Я вспомнила, что я уже как хотела бы, наверное, записать отдельным роликом, как я тут дегустирую синий чай. Кошка, ты явно хочешь, чтобы тебя отправили куда-нибудь отсюда. Я тебе по жопе сейчас тресну полотенцем. Непослушная. Любитель загораживать камеру. Короче говоря, она ушла погулять на балкон. Я ей объяснила, что на балконе интереснее, чем невкусный соевый соус, который ей не хочется есть. Короче, я подумала, что надо бы, наверное, задегустировать. Синий чай порошковый. Очень синий. Вот был один порошковый чай за 600,7 рублей, целых 100 грамм. Он был совершенно не... Неа. Он был совершенно неэкономичный. Я даже вижу отсюда, как она его скакала на балкон. В общем, он был совершенно неэкономичный, он у меня уже закончился. А был другой синий чай. 50 грамм, около 400 рублей. И надо его совсем чуть-чуть. По сравнению с тем чаем, где-то 1,1 того на чашку, чем этот. Короче, его еще приличненько, еще хватит. Правда, я засыпала сюда очень много. И он там такой густой. И его можно будет еще много раз разбавлять. Короче, я решила сесть и поесть на камеру. Без особой темы. Сначала я думала, пока негодую, как я очки собиралась забирать. А потом подумала, что можно же пропиарить свою телегу, в которой 77 землекопов. Ничего же они так завязали, что хрен догадываешь. Неа, конечно, молодцы, что так завязали. И оно бы там вдруг раскрылось из-за илубня. Что-нибудь, но оно... В общем, я раскрыла таки. Я подумала, что можно чуть-чуть подзарядить камеру. Включить потом ее. И при свете из окна похавать. Потому что что-то у меня руки не доходят что-нибудь смонтировать. Ноги не доходят что-нибудь другое записать. И вообще я тут... Слушай, зрители, какая интересная коробочка. Первый раз такую вижу. Я что-то тут сижу и читаю. Если не в саду. Я завтра еще собираюсь в Выдре проехаться. Причем тут интересная такая коробочка. Ну-ка, я его попробую. На удивление, он соленый в отличие от кореянки. У кореянки какой-то сладкий в все время. В последнее время. Короче, у нас тут синий чай анчан. К чаю у меня, правда, ни черта нет. У нас тут соевый соус, а мой очень густой. У нас тут соевый соус, который мне выдали там, где я была, в пятерке. Палочки бамбуковые. А потом я вспомнила, что у меня есть палочки пластиковые для левшей. Чтобы учиться ими есть. Я им редко пользуюсь. Только когда ем роллы. Последний раз я вроде ими пользовалась, когда ела роллы на камеру. Контейнер как-то так встанно закрыт. Может, я не говорю, на даме было закрыт. Фиг знает. Сейчас я гляну, чтобы было, что там видно это все. Так вот поставить, чтобы это все видно было. Блин, надо же такой вкусный соус. Хоть и жиденький. В общем, у меня тут сколько-то вариантов запеченных роллов. По-моему, шесть штук. Четыре роллины с красной рыбкой. Две роллины в обсыпке этой мелкой такой икорки. Как это все выглядит, ты можешь глянуть все ряги. Я туда уже скинула это все. Да, я забыла как этим пользоваться. Сначала я сюда вот потону. На самом деле, я как бы преодолел преречный путь на голодный желудок. Ну, в смысле, я поела, но я думала, что доеду до солнечного, заберу очки или хотя бы узнаю их судьбу. Но оказалось, что там вообще закрыто. Без определенных объяснительных причин. Вообще никакой бумажки. Девушка из табака мне сказала, что там как бы до десятого закрыто. И заказы можно получить вообще туда, куда я потом уехала. Вот это, по-моему, горимый майонез. Причем не то, чтобы горимый майонез. Это, насколько мне известно, пятерковый филиал. Боргерная, что ли, и пицца суши, или как-то так. Короче, я забыла, как они называются. Но они находятся напротив третьей школы. И это не то, чтобы горимый майонез. Это вот, что продается в магнитах, пятерках и так далее. В баночках таких вот там. Майонез или что-то в этом роде. Какая-то такая смесь с икоркой какой-нибудь. Трестки. Я подумала, может, мне надо в черного хлебушку выкусить. Кто-нибудь ел рога с черным хлебушком. Так вот, у меня очки антибриковые, со стеклами корейскими. По 900 в чем-то каждое стекло. По-моему, по 900 ровно или по 910. Хрен знает. 3,745 вместе со правой. Они на минус 4 распределены каждое стекло. И они как бы типа для работы дома. Но в них можно на улицу выйти. Я вот думаю, потом протестить. В них выпал с тем мусор выкинуть. Ну и так как я завтра собираюсь в одну деревеньку на велике. Перед тем, как выкинуть мусор, позвоню туда узнать. Может, ну, сказать, что я приеду и узнать, может, им что-то накупить. То, может быть, я даже до магазина дойду в этих очках. Лёля заела хлебушком. Болевшим. Майонезную штучку на роллине. Я забыла, как пользоваться палочками. У меня лапа дрожит. Ну, лапа бы у меня дрожала, даже если бы я её вилку держала. Я думаю, уже многие привыкли, что у меня лапа дрожит. Смотри-ка, зритель, тут рыбка, огурчик. Здрасте. Так. Сейчас я возьму эту рыбочку. Как она там вообще выглядит, всё. Видно же, да? Лапа так дрожит. Я тупо ехала на Америке и думала пожрать на камеру. Но не было никакой конкретной темы. Потом думаю, ну, что я буду жрать на камеру, что могу просто так пожрать и почитать. А потом я подумала, что, наверное, не смогу и читать, и жрать. Либо я увлекусь и забуду про еду. И в итоге я подумала, если камера более-менее заряжена, там 40 минут оставалась, я её чуть-чуть подзарядила. То можно это. Что-то я без соевого соуса им вообще. А ещё я ехала и слушала урок японского радиостанции Нишкей-Ворд. Онлайн-эми уроки внезапно они закончились. Там всего 48 штук, придётся по новой слушать. Потому что были моменты, когда я ехала, мысли куда-то уезжали вместе со мной. И то, что там говорилось, я уже не слышала. Но как-то оно мимо ушей проезжало. Это как я тут монтировала ролик, и мне позвонила одна моя подруга, которая со мной долгое время не общалась. Всё развалилось нафиг. И тут решила пообщаться. Я как бы не против, но я была занята. Ну, короче, в итоге я не смогла монтировать ролик, потому что мне надо было либо её слушать, либо думать. Хотя вот если бы я тайпила, то, может быть, я осилила бы тайп. Слушай её. Тут была копчёная рыбка. Или кто-то другой копчёный. Вот оно падает. Вот тут просто реально майонез. Причём мне, ну, может быть, слобода. А может быть, какая-нибудь курочка-ряба. Ведь надо же, оно так туда упало и провалилось. Ой. Надо чаще есть палочками какую-нибудь еду. Так вот, там в уроке девушка Анна из Таиланда, которая приехала в Японию изучать японский язык, пробовала в Агаси. Я иду, точнее, еду на Верике и думаю, блин, как я хочу в Агаси. Я так давно не жрал дюхан. В общем, я ехала, радовалась за девушку Анну из этого урока и страдала. Вот такой вкусный соус. Омутнил. Упавший в него ролленый. Вот с майонезом. У меня есть одна девчонка знакомая, которая очень любит вот такие с майонезом жареные роллы. Или это запечённые, а хрен их знает. О, тут да, тут рыбка, короче, огурчик. А ещё паста, которая продаётся обычно, иногда по скидке в магните беру, из псевдокраба. Наверное, надо было как-то это кусочком отделить. Во. Она прямо в этой штуке развалилась. Так, как бы тебя соединить. О, я смогла её взять. Сейчас я её помочу. Тут что-то капнуло. Причём я думала купить какой-нибудь банан в пятёрке, сожрать его и поехать дальше. А потом думаю, блин, там же роллы продают. Купить, что ли, роллы и дома сожрать. Думаю, уж. Если захочу есть, то я буду греть себя мыслью, что у меня в велике в корзиночке коробочки роллы. Что если я уверую в то, что когда я приеду домой, то я их поем, то мне хватит сил доехать. Но в итоге я как-то так, наверное, на Рижастере доехала. Ещё подумала, что по одной дороге будут как-то не очень идти ехать. Потому что в прошлом году там дорога была убитая. А в этом году, когда я там шла, то я трепалась по телеге с Никитосом, а я не заметила, какая там была дорога сама основная, помимо тротуара. И я срезала в районе третьей школы. Блин, а там такая горка в горку. От Израиля просто. Какой вкусный соус-то оказался. Обалдеть. Правда, всё упало. Тут, походу, делала ещё и помидорка была. Или что-то такое. Одна любительница пожрать роллов, сейчас дал наряжать больнички бедненькая. Хотя в её случае ей, наверное, даже хорошо сейчас больнички. Правда, я не знаю, кормят ли в областной больничке роллами людей в положении. А там, где я покупала, там, короче, каждая родина, там, от 35, по-моему, до 50 рублей за штучку. Выбор не особо такой большой. Вообще там только одни родины. Но иногда можно же что-нибудь купить того. Так, надо вот эти штучки взять. Это большой такие. Я ещё подумала, что я могла бы сама сделать. Но что-то так лень демориться. Надо рыбу покупать, потом её солить. Надо рис варить. Нори у меня где-то лежит. Тут сливочный слим, походу. Когда-то на часовом был такой магазинчик. Типа, даже, может быть, немножко кафешного типа. Окинава. И там были роллы. Тоже. И в роллах был именно тот сыр тофу. Я даже помню, как-то у них купила немножко этого сыра тофу. Отдельно. Ну, который вот заменяется не сыром тофу. Не подцепляться. В первое время мне было немножко... Ну, так вот. С одного расстояния как бы видно, с другого расстояния немножко расплывчато так. В тумане. А сейчас нормально так к глазике привыкли. Рисик, иди сюда. Ой. Я его пустила и отпустила. Если вы считаете, что было бы лучше есть ложкой или вилкой, то знаете, дайте знать в коммент. Типа, Лёля, чё ты пиркаешься, мучаешься? А я вам скажу, они учебные палочки. Я ими учусь. Мне их специально выбирали и прислали. Ещё одна майонезная хрена тень. Причём майонезная хрена тень они стали использовать, когда в России случился этот самый ковид с карантином. Короче, два года уже. Как бы тебя так перевернуть, что ли? Не знаю, может нам... А, мне ещё подписчица одна тут посоветовала делать серию такую, экономим с Лёлей. Ну, я думаю, вряд ли это подходит к экономим с Лёлей. Я вот единственное, не знаю, может это... Ну, с моим банком, наверное, свяло. Надо что-то приготовить такое бюджетненькое. На что денег мало тратится. Сажать это на камеру и сказать, вот так вот это типа экономненько. Вот у меня там... Думаю, её не видно. Ну, короче, вот справа по борту на окне её переставила, чтобы камеру не загораживала. У меня для наварки у меня находится пшено, свиная лопатка с костью, специи от купе для супермяса и вода. Очень вкусно вышло. Первый раз вообще пшено с мясом делала. Фоточку его еды можно будет в этом в телеге глянуть. В общем, так бы-то я, может, и не купила их. Но считаем, что я омываю свои очки соевым соусом и роллами. Но опять упала. Вот этот, походу, дело с курочкой-копчулой. И они там даже вроде как-то назывались некоторые. Но я как-то не вникала. Потому что там, где я думала, три сорта, оказалось четыре. Ну, может, уже можно голубым чаем запить. В смысле, синим. Он слегка подостыл. У меня тут случилась страшная моя лепестерическая зажигалка за газовой плиты. Откинула копыта два с половиной года, прожив. Мне пришлось юзать спички. Первый день было непривычно. Второй день я уже как-то более-менее приюзала. Мне еще один коробок приволокла моя подружка. Потому что у меня осталось где-то пол коробка. И она ко мне собирается. Я говорю, ну, это... Купи мне там где-нибудь коробок спичек. Она говорит, у меня есть. Я тебе принесу. И она мне принесла. Я заказала фиговину похожего типа на озон за 300 с чем-то рупий. И 8 мая она должна приехать. Но так как у меня снова какой-то типа премиум аккаунт на озон. А когда у меня случается премиум аккаунт на озон, то заказ может задержаться, прийти не в том виде. Отмениться, потеряться и т.д. и т.п. Перенестись там эта доставка, то все может быть. Почему-то это случается исключительно, когда вот у меня этот премиум аккаунт. О, я смогла. В этой роли не явно была немножко частичка васаби. Она чуется. О, смотри, зритель. Целый кусок рыбки. Я просто гляну, как это выглядит. Рыбка. Это, конечно, не брюшко тунца из какого-то там урока японского языка радиостанции NHK World. Но она вкусная. И она солененькая. И она без костей. Можно как-нибудь пшеную кашку какой-то кусок рыбы с риса отвалился. Поесть палочками, чтобы к ним как-то снова привыкнуть. Кстати, вот эта ролина, она еще и кунжутом обсыпала. Я выбирала те, где не было рыбовых палочек. Те, которые жареные, с маринетом наверху, они стоят вот так вот с маринетом вверху. А те, которые обычно, они стоят вот начинкой к тебе. И в них видно, а в майонезе нет. Тут, по-моему, даже яйцо вареное было. По вкусу. А нет, это не яйцо вареное, это куриное мясо вареное. И, возможно, что даже грудка. У нас остается 3 штучки. Так, может, сюда доснуться. Вот их соус, он солененький. А мой, он и солененький, еще с таким вкусом, как жженая карамель. Как у хорошего темного пива, которое я уже несколько лет не видела в этой части планеты. Белолошьи были дурно в подвальчике таком, куда нас гид водил. Там было очень вкусное пиво темное. Вот именно с таким вкусом жженой карамели, при этом густое. Я, по-моему, впервые за Харчиком говорить про что-то подобное. Можете меня потом потроллить. Так вот, у темного пива мне очень нравился вкус жженой карамельки. Ну, или что-то такое. Правда, почему-то его по 100 мл не продают. А мне больше не надо, оно еще долго так у меня стоит. Сначала пена выйдет, потом все остальное. Там что-то пожужжало, но у меня тут оно как бы управляется, поэтому я увижу уже, когда отожму кнопочку. Короче, тут рыбка снаружи, рисик, нори, внутри вот эта мелкая икорка красненькая, потом этот сливочный сыр и огурчик. Прикольно. У меня осталось полторы ролика. Видимо, я правда хотела есть. Я думаю, оно уже все растворилось. Запивал ли ты розы зритель когда-нибудь синим чаем. А еще лучше заедал ли ты розы зритель черненьким хлебушком. Хотя, если вернемся к темному пиву, мне нравится его запивать чаем потом. Ну, в идеале-то его лучше чаем запить. Или сожрать мороженку и запить чаем. Я вот правда не знаю, пиво в чай кладут. Темное, у которого вкус как у соевого соуса омой. Довольно соленая рыбка. Скатился пуглический производ роллок. Рыбка соленая. А сейчас соус хороший. Майонез вместо какого-нибудь там соуса. Робовая паста из сетевых магазинов вместо какого-нибудь другого ингредиента. Это совершенно незапланированная небюджетная покупка. зритель. Но что-то меня так выморозила ситуация с очками, что я решила, что раз я их наконец-то забрала, то, наверное, мне надо купить роллок и пожрать. Я пытаюсь взять рисинку палочками, из-за того, это получается. Во! А потом я помою. Сейчас просто кончики выткру. Много я налила соуса. Тут я почти весь упокушала. А этот у меня остался. вообще у меня есть конфетки где-то. А еще у меня где-то есть орешки. Можно, наверное, взять орешки. по воду-ку я буржуям. Дорогой зритель. Так как я сегодня только один бразильский ела, то можно, в принципе, и второй. Обычно я где-то две штуки ем. Ну, или один. Бразильский орех. Прямо что есть? Мэн-лай. Ай, мой соплечик. Ммм. А еще здесь кофе. У меня-то вообще есть еще мед в сотах. Сурья, где пчелы улетели на юг. В общем, я думала, что они лавцы склеили, но на самом деле они реально улетели. Ну, может быть, и на юг. Когда мы последний раз были с близким родственником в деревне, то из разговора с другими людьми, в том числе и частично родственниками, выяснилось, что осенью убирали пчел на зимовку. все было ништяк. Зимой выяснилось, что в одном уле пчел нет, а мед есть. Ну, может, они зимой улетели на юг. Это еще хорошо, и сочи. Ты можешь еще в каментах потом поверить, Лёля, тебе не идёт, а наоборот тебе и не идёт, подсвет чая с золотистыми вкраплениями полностью пластиковая, реально тут какие-то такие радужки, типа блики, антиблик, корейские стёкла. Интересно, если дарить водить, чеку будет. Я пока не поняла, что более бюджетно покупать или просто пью синий чай и он приличное количество заварки выдерживает. Я что-то сейчас опять пью цветочек сюда, просто синий чай без кавкаде или допустим покупать синий чай молотый порошочком. Ну вот это порошочком берется маленькая горчичная ложечка, у меня есть такая маленькая ложечка, которую я использовала раньше для порошкового чая, но тётя моя сказала, что это горчичная ложечка советская. Это мне так нравилось, когда я была мелкая на механке ещё. С механки и приехала. Короче, взять горчичную ложечку на такую вот чашку или чуть побольше и хватит. И надолго хватит таким образом. Или всё-таки, ну это же один раз заварил, размешал и выпил. А того-то залил десять цветочков и ещё несколько раз можно залить. Ну тут настоялся, хоть не такой супер синий, ну в смысле остатки там, когда мешаешь, то там зелёные вкрапления идут, потому что цветочек не полноценный, синий там ещё и жёлтенькая есть, и сама вот эта хринюшка зелёненькая. Так вот, чтобы выгоднее покупать порошком или полноценными цветочками. Зетель, пьёшь ли ты чай с орехами? Миндаль, между прочим, сладкий. Если ты не чувствуешь сладость миндаля, то попей немного короб. Слабой обжарки, он более сладкий, или сильной, а потом сильной обжарки, с добавлением молока можно даже растительного. А ты будешь чувствовать сладость там, где она в обычное время не ощущалась. сладкий, допустим, сладкий. В общем, у меня там где-то сзади есть варенье какое-то даже. Можно лапки погреть. Тут уже такая зелёненькая больше жидкость остаётся. Ну что, сладкий, спасибо тебе за компанию. Если у тебя есть идеи для разговора во время принятия пищи мной на камеру, дай знать в комменты. Я что-нибудь как-нибудь сваяю или будет у меня вдохновение, у меня будет готовая еда, вот как у меня тут справа по борту ещё есть готовая еда. Я поставлю камеру, поставлю тарелочку, иду, и буду хавать и говорить. Пока! Чавк, чавк, чавк!